девчонки всем привет сегодня рубрика месяца косметичка месяца и сегодня январь я честно говоря вот немножечко хочу на столе навести порядок потому что очень много накопилось косметики нужно ее разобрать разложить что куда и вообще немножечко навести порядок поэтому естественно снимаю долго думала какой же мне косметикой попользоваться в январе и вы знаете делала макияж девочки в декабре косметикой мэри кей и поняла что хочу попользоваться косметикой мэри кей а еще потому что в декабре я пользовалась кремом моряки я до сих пор считаю что это лучший тональный крем по крайней мере из тех которые пробовала я его учетом не вот это вот на и навеяла решила добить некоторые продукты и попользоваться косметикой мэри кей у меня наверное процентов 90 косметиками реки поэтому что-то будет другое что-то этом в общем давайте приступать складывать мою косметичку января ну что стандартно начнем с базы с лица вот как по порядку как я лицо оформляю так и будем складывать я не люблю основу для тонального крема вот это вот силиконистую от мэрики она у меня есть я использую очень редко использую только для макияжей на других людях но не для себя для себя буду использовать вот это вот средство от кларанс у меня таких два пробничка это средство для улучшения цвета лица дело в том что зима она такое немножечко такое не сказать мысленистая но такое жидковатая то есть я почему специально выбрала его потому что основа у меня будет крем-пудра от мэрики то есть не тональный крем а крем-пудра и так как она немножко такая знаете плотная немножко такая тугая то мне естественно нужно основа такая более маслянистая в общем говоря давайте раз я заикнулась про основу я вам покажу ее девчонки очень крутая вещь вот тональный крем и крем-пудра шедевральная просто вещи вот видите у меня тут прям дырка образовалась я думаю что я наверное ее вот за январь все-таки докончу и почему ее хочу прикончить потому что мне нужен вот этот футлярчик хочу сюда расположить какие-то может тенюшки что-то вот такое видите здесь спонжик есть внутри кстати достану помыть чтобы не забыть так что будут пользоваться этой пудрой от шикарный оттенок сразу превращается в такой матовый сразу финиш очень классно маскирует ну я уже говорила что для меня я сколько я пробовала тональников для меня мэри кей такой знаете самый видимый результат то есть вот прям сделал и ты видишь что все класс поэтому в принципе то пудра для этого для вот этой крем-пудры и не нужно но я наверное пожалуй оставлю метеориты потому что наглухо вот вот этот крем-пудру немножечко буду все-таки оживлять метеоритиками я их оставлю это ну я просто не могу от них отказаться потому что метеориты это поистине зимний продукт не буду пользоваться ими весной естественно летом а вот зимой они прям требуют они прямо кричат вот возьми меня и начни пользоваться поэтому ну хоть я и меняю косметичку на метеорит метеориты остаются дальше база для теней я добавляю моряки и и здесь наверно половинка неплохая повседневная база хочу сказать что для макияжей для каких-то вот пигментов для каких-то блестящих теней есть более крутые вот например от urban decay ну вот эта база она такая более повседневная поэтому с удовольствием буду пользоваться ею а urban decay конечно она такая знаете подороже по более качественная она у меня еще поиграет ну как бы похорониться она у меня еще так девчонки и консилер консилер вот такой у меня будет от мэри кей в оттенке бишь один он такой знаете довольно таки плотный да я вот честно говоря я им пользовалась настолько редко что я даже не помню какой он как он себя ведет и вообще вот по сравнению с моим любимым консилером от и вен сабо кстати ровно два месяца я им пользовалась в ноябре и в декабре и там еще есть но пока у я еще не выбрасываю но вот поиграю вот с этим мари киевским не знаю если будет сушить если будет какая-то вообще что-то не то пожалуй может быть даже и выброшу но пока заикаться не буду но пока оставляю и этот и этот то есть буду как-то их миксовать декабре у меня был estee lauder вот такая прелесть просто я обожаю этот карандаш вот из-за вот этой щеточки как же удобно иметь в карандаше щеточку любую абсолютно но она просто необходима девчонки шикарный карандаш я знаю появились аналоги точно такие но я имею тут такой же вот задумки до что есть и карандаш и щеточка и даже вот это вот пудра для заполнения появились по моему в эвелин уже все прям кричат что эвелин так и такие крутые но мало кто знает что они слезали просто от исти лаудера вот эту задумку поэтому этот карандашик знаете вот такие вот вещи такие вот люксовые дорогие я их не могу добить от начала до конца потому что мне их реально жалко то есть я растягиваю удовольствие буду с ним еще работать долгие надеюсь месяца а от мэри кей карандашик я буду пользоваться им с удовольствием потому что во первых вот эти карандаши их действительно не нужно хранить потому что как чем дольше они лежат чем они хуже рисуют и они начинают засыхать поэтому заточил сразу же нужно использовать его помню свою молодость этот карандаш был моим хитом бы мы был моим любимчиком кстати оттенок не сказал это брюнет оттенок такой довольно таки универсальный оттенок мне он очень нравился карандаш стойки карандашом легко и хорошо работать он был моим фаворитом я пользовалась только им вот сейчас под забыла вот хорошо забытое старое возвращаю так естественно оставляю капельки призолина я им пользуюсь каждый каждый день перед нанесением макияжа убирают красную сеточку сосудики белочки становятся белыми все становится чудесно и красиво оставляю карандашик корректирующий от медива карандаш корректор если есть какой-то прыщ где-то сразу же тут же я его замазываю и он просто становится невидимым очень классный карандаш такого типа такого корректирующего вот от типа тональничка что-то такое хорошо работает я его оставляю естественно фиксирующий вот этот гель для бровей гель-фиксатор для бровей от люкс визаж естественно его оставляю потому что карандаш нужно фиксировать так стрелочки переходим так я уже не по порядку иду ну ладно карандашом для глаз я пользовалась вот этим девчонки я так и не смогла его добить от beauty drugs посмотрите сколько мало осталось но за месяц и его затачивала два раза здесь вот очень становится неудобно потому что вот эта дюбочка она уже вот вылазит прям полностью но посмотрите сколько его еще много то есть при ежедневном использовании получилось так что за месяц я его заточила только два раза такой очень долгоиграющий карандаш он твердый он не жирный поэтому он рисует он жирно но сам грифель твердый поэтому его нужно затачивать редко но раз он не хочет заканчиваться значит будем его еще передавать из месяца в месяц и взяла я вот этот карандашик мэри кей единственный черный карандаш в моей вообще коллекции косметики а взяла его потому что действительно девчонки я его уже настолько долго храню и берегу что уже грифель тоже разломался вот такие вот кусочки я уже просто достаю они уже поломались они уже становятся такие знаете ну не удобно и работать и вот если резко откроешь как-то карандаш и забудешь что он просто вылетает разлетается это очень пример пигментированный жирный карандаш и стрелки будут держаться классно мне очень нравится не то что стрелки и не рисовать а сначала немножечко растушевать эту стрелку а потом наносить тени получается такой немножечко эффект смойки и не видно вот это вот жирные стрелки поэтому вот ну хочу честно даже закончить его потому что уже качество карандаша что касается туши у меня нету туши мэри кей и я буду пользоваться миниатюркой от арт-деко она вот такая с классической кисточкой довольно таки пушистая кисточка неплохая но тушь такая совершенно обычная буду пользоваться ими черная тушь надо это же за каким-то образом заканчивать так ну что переходим к лицу ну давайте сразу о помадах наверное потом перейдем к лицу потому что в декабре я взяла помаду кстати от мэри кей и решила доконать ее в оттенке кафе кафе кофе латте оттенок такой ну не знаю я не люблю такие оттенки немножко уходит в коричневый но девчонки качество помады качество блеска этого для меня очень комфортно и я понимаю что моряки и далеки от натуральной косметики там не полезных ингредиентов и даже вредных там просто куча мало но для меня он очень комфортный и я вот эти вот блески даже чаще использую не на выход а вот именно даже дома потому что если пользоваться обычным чем-то таким типа вот я вам покажу например возьмем кармах да а вот таким бальзам очкам для губ просто таким он у меня съедается ну и не знаю на 5-10 минут ну вот но не хватает мне нужно что-то такое вот чтобы она прилипла и лежала на губах что-то типа блеска а вот это вот этот блеск он очень похож на такой густой хороший бальзам вот очень сильно-сильно мне похож на вот это вот масло от clorans то есть я либо пользуюсь маслом вот этим от clorans либо вот этим блеском то есть они лежат хорошо одинаково хорошо на губах лежат и если вот такие вот помадная бальзам очки у меня исчезают то вот этот вот носится и я даже больше использую его не как помаду для губ да вот как пигмент а именно как вот бальзам я его так не смогла закончить в принципе там уже наверное подходит концу потому что уже просвечивается пузырек и добавляю еще вот такой вот pink сатин этот цвет мне уже нравится гораздо больше он практически такой наверное невидимый такой челесный ну интересный такой цвет вот он мне нравится гораздо больше нот буду как-то добивать их обе но на зимний период они действительно хороши так я из всей вот этой кучи возвращаюсь сюда у меня всегда лежит вот такое маленькое зеркальце от перфектил или вот так люблю она уже такое грязное но девочки я в такое маленькое зеркальце крашу ресницы мне так удобно и я это делала наверно всю жизнь и без маленького зеркальца и не могу накрасить ресницы так переходим к лицу теням и всем остальным по отдельности я не покажу потому что у меня целая палетка и здесь все прям вместе не буду даже открывать просто покажу что тени у меня будет на выбор прям понимаете дни четверочка не шестерочка а на выбор шикарная шестерочка вот это вот очень люблю вот эти вот розовые тени такую нежность глазу продать придают они матовые очень красивые тени это у меня такой знаете оттенок невесты вся гамма коричневых ореховых шикарная вот эти мои любимейшие тауповая тауповый оттенок с легким легким шиммером начинает дырка протираться очень люблю его ненавижу в моряке и вот такие вот сатиновые не сатиновая перламутровые вот эти вот раз два три четыре вот эти вот наверное четыре таких самых грязных таких оттенка не люблю их хайлайтер очень деликатный классный на зиму то что нужно бронзеры то же самое скулы нарисовать то что нужно румяшки в оттенке орхидея по моему тоже очень универсальный оттенок вы видите что они такие немножечко такие даже под под бронзер наверное что ли такой но такие тоже очень очень хорошие поэтому палетку прям буду юзать и использовать а меня и естественно вот на эту палетку хотя честно говоря вот руки тряслись настолько она мне нравилась это шикарная палетка трио скульптинга от белор дизайн вот и я помню что я говорила что буду из месяца в месяц пробовать ну взялась моряки ладно пусть полежит может месяц может вы знаете я на выходных меняю кость меня не факт что я буду вот этим всем пользоваться по выходным на выходной или на какой-то выход выезд я беру что-то другое но все-таки надо вот как-то может рука может потянуться за чем-то другим но вот эта палетка шикарная и остается шикарный ну вот просто огонь просто великолепнейшая в командировке только она я даже сейчас и думать не хочу ни про что другое но меняю и и кстати не показала докладываю сюда вот еще такие вот но это скорее это как румяна но я их называю хайлайтером потому что вот такой они у меня разбитые вот такой посмотрите невероятный такой оттенок морозной свежести но это такой ближе мне как хайлайтер румяна что ли обожаю их просто обожаю пользовалась ими в прошлом году зимой и поэтому сейчас мне вот они именно зимой зайдут ну и тени если вы помните я пользовалась вот этими вот показывала да мне они были в декабре знаете очень сильно чем похоже с тенями от люкс визаж именно по качеству но очень похоже они такие какие-то знаете как тверденькие такие когда вот берешь прям не не матовые не какие-то не скользящие а вот прям какие-то как шершавые такие очень интересно очень похоже сильно по качеству по консистенции на тени люкс визаж интересная палетка юзала вот эту вот с удовольствием вот этот оттенок он такой хайлайтерный оттеночек вот этим затемняла складочку то есть мне знаете на зиму что-то такое моно нужно ой его только в пыльнички носить столько ни в коем случае не не лапать вот такими вот руками как у меня что осталось показать вам еще не все кисти какие на какие я меняю кисти давайте сама начала с глаз начнем глаза и оформляла вот лежит в коробочке помялась моя любимая нарс это для растушевки складки века девочки и и я оставляю вот сейчас ее в моечку и оставляю две кисточки были у меня от мэри кей но я пользовалась ими целый месяц я ничего про я про них плохого не скажу они работают так как мне нужно делают все что мне нужно немножечко такой конечно вид у них такой знаете но вообще такой никакой но кисти хорошие но я их помою и убираю вот у меня тени из старого набора вернее не тени а кисти для теней старого набора и из нового девчонки кстати я очень сильно рекомендую если вы не знаете какую купить вам палетку какой набор купить кистей присмотритесь к кистям к новым ну они сейчас только естественно новый набор от мэри кей великолепные кисти которая прослужит вам не менее ну лет десяти-пятнадцати этот сто процентов шикарные кисти вы купите и забудете и вам не надо быть не алиэкспресс не какие-то там дорогущие кисти вот очень хорошие достойные кисти посмотрите какая шикарная и кисть для растушевки складки века великолепная кисть посмотрите какая шикарная плоская кисть для нанесения теней на все века подвижная какая шикарная кисть для смоки вот эти я этим я буду пользоваться в январе вот эти из старой коллекции кисти у меня вот это вот испорчена кисть но она тоже была для растушевки я просто помою ну кисти великолепные в общем оставляю кисти мари кей кисти которыми я наносила хайлайтер я наносила хайлайтер вот такой вот кисточкой это из натуральной козы кисть белый ворс такой пушистый он немножечко такой колюченький но вернее не колючий он очень комфортный но чувствуется что это не синтетический в общем такой тверденький очень хорошо дробить ими метеориты поэтому мне это кисть имя для метеоритов очень нравилось я ее помою и буду пользоваться вот такой кистью от мари кей кабуки она тоже из натурального ворса тоже точно так же будет дробить эти метеориты и точно так их будет классно втирать если вот эта кисть просто на так как пудручку и и немножко так вот наносила то вот это именно вот этой кабуки нужно работать именно втирающими движениями поэтому я думаю даже она мне понравится больше так тональный крем я буду наносить кистью от faberlic по мой ее и буду пользоваться она вот такая вот маленькая потому что тональный крем у меня напоминаю крем-пудра поэтому мне будет удобно вот такой вот кисточкой маленькой кабуки в моря кей такой нету именно кабуки поэтому буду пользоваться от фаберлик на растушевку контуринге буду пользоваться вот этой кистью от моря кей которая предназначена для Румян, но она такая, видите, немножко, ну, как бы вот такая вот, да, лепестком сделана, то есть она не пышненькая, не такая, как для румян, но такая немножко плоская, и вот ею наносить контуринг, румяна, хайлайтер, вот, отличная кисть, хотя, не знаю, девчонки, я настолько привыкла вот к этой кисти от Dior, и мне кажется, круче хайлайтера, чем вот эта кисть, не нанесет ни одна, поэтому, скорее всего, вот именно для хайлайтера оставлю Dior, потому что, ну, нету больше, вот, замены, вот, могу найти любой кисти замену, хоть какую-то, хоть какое-то подобие, но для хайлайтера не могу найти, так, контуринг весь я наносила, я просто напомню, чем я его наносила, вот такими малюточками от Guerlain у меня, и вот такая от Mary Kay, вот это я наносила тоже контуринг, очень хорошо тоже дробит натуральная кисть, а вот эта мягенькая для румяна, то есть, румяна нужно чуть-чуть на лицо брать, эта кисть справлялась на отлично, так, ну, вот и все, по кистям все, остались парфюмы, я думаю, вы помните, что декабрь у меня был Джимми Чу, девчонки, вот столько я использую духов за месяц, я не знаю, как пользуетесь духами вы, но у меня три пшика утром и где-то два в обед, то есть, это все мое пользование духами, роскошный аромат, роскошный узнаваемый аромат, не знаю, для меня это зимний аромат, очень такой, знаете, яркий, но зимний, ну, не знаю, в общем, парфюм это, знаете, его, как бы, я считаю, все-таки не надо подразделять, на зимний летний нравится, пользуйся, блин, и все, вот лежит душа, пользуйся, так, и на что же я буду его менять, тадам, я его буду менять на Барбаре Зе Бит, знаете, этот парфюм сладковатый, он даже не сладковатый, он такой теплый, медовый, домашний, он не то, чтобы зимний, он, он, вы знаете, вот новогодний, вот Новый год, вот это вот какой-то домашний уют, вот такое вот домашнее какое-то тепло, какой-то, вот я не знаю, очаг домашний, камин, что-то такое, вот мне ассоциируется вот с этим ароматом, очень такой тепленький, вот, ну, медиком пахнет, вот, хоть ты меня убей, вот, как-то я представляю себя вот в этом аромате, такой, знаете, Jingle Bells, блин, ну, не знаю, в общем, мне очень нравится этот аромат, именно вот он действительно такой январский, поэтому буду с удовольствием пользоваться, если у вас есть такой же, напишите, пожалуйста, в классической упаковке Барбари, да, клетка его, ну, все, девчонки, что еще мне сказать, уход я вам показывать не буду, в принципе, потому что я решила добить немножко какие-то пробники, какие-то миниатюры, дюрочка у меня будет для лица, ну, вот, добиваю какие-то такие вот малыши, которые, знаете, лежали-лежали, и все-таки, ну, что лежать, надо пользоваться, надо обновлять все, поэтому, что лежать, надо все это работать с косметикой, раз уж, а не копить ее, в общем, раз уж, люблю это дело, вот так вот выглядит моя косметичка января, говорите, что вам нравится, что у вас есть из этого, мне действительно это интересно, все, девчонки, спасибо большое, что посмотрели меня, что послушали меня, не посмотрели, послушали, пишите комментарии, обязательно ставьте лайки мне, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, будем общаться с вами, дружить, потому что я по вам соскучилась, уже больно долго не было видео таких вот, знаете, которые вы любите, в общем, про косметику, про какое-то такие рассуждения, поэтому вот вам очередное, очередное видео закидываю, все, всем пока!